Конечно, это соседство не очень хорошее, что будет заправка. Но физически сделать ничего, с этим нельзя отменить сессию, нельзя отменить договор купли-продажи, нельзя. Единственное, что можно, как глава администрации, обещать, что там будут все санитарные нормы, так как я иду, она же прямо перед администрацией находится. Я на работу прихожу всем и ухожу очень поздно. Поэтому найду лишний раз возможность зайти и посмотреть нормы. Как на гарматный подземный переход, единственный переход, которым торговля нет. На вопрос, почему там не торгули, потому что здесь Лунский ходит. Вот я вам обещаю, что такое же будет и на Севастопольской площади. Понятно, спасибо вам. До свидания. До свидания. Вы 7 метров лет выйдете на работу? Да. В субботу у нас дворовые встречи, пора не уходим, и праздники же все надо. Поэтому суббота исключается, а воскресенье, если так поздно. Сложный график. Работа такая. Прямая линия, представьтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Максим Георгиевич, меня зовут Наталья. Максим Георгиевич, скажите, пожалуйста, в районе, ну правда, это не проблема районная, а проблема стрелки, но не хватает детских площадок. Будут строиться новые детские площадки или, возможно, как-то бы развиваться старые, спортивные площадки. А у вас нету площадки? Вы знаете, ваш район, а с детства, нет, у нас детская площадка есть, но дети уже выросли, спортивные площадки нужны. Вот там, где мы не могли играть, еще до Яплом они поиграли. Ну, мы детские и спортивные ставим. А где такой адрес у вас? Ну, мы живем в соседнем районе, в Святошинском. Ну, мы в Святошинском не ставим. Да. Нет, ну понятно, что мы в Святошинском не ставим. Ну, вот, допустим, вот здесь Нау, вот там вот на Аградном, там нет ничего. Там будет, вот смотрите, там, где территория Нау, въезд со стороны проспекта Комарова, там почти 2 гектара сейчас такой пустой земли находится, там, где шашлыки рожают и собак выгуливают. И мы там сейчас начнем разбивать 400-метровое поле искусственным покрытием и 6 полей волейбол, баскетбол и так далее. Это программа уже, которая сейчас начинается. Ну, это, конечно, очень хорошо, мы бы с вами сказали, там где собак выгуливают, конечно, там и продолжат собак выгуливают. Нет, там уже нельзя будет собак выгуливать, потому что это будет закрытая территория, потому что это будет искусственное покрытие, там будет стоять освещение, чтобы можно было и в ночное время, в том числе, заниматься спортом. Спасибо. Пожалуйста. Значит ли это, что эти площадки, возможно, будут платные? Конечно. Они будут... Дело в том, что университет, в общем, в принципе, это есть неприбыльная организация. И стоимость оказания платных услуг не может превышать себе стоимость. Поэтому есть четкая форма стоимости услуг, да, это, ну, это коммуналка, это содержание и так далее. Но вместе с тем, какие-то копейки за это надо будет платить. Потому что если вообще бесплатно сделать, тогда там опять будут делать шашлыки, и его гулять, да, то есть должен быть какой-то злой дядя или тетя, который будет пускать или не пускать, или выгонять, закрывать и открывать. Иначе, вот я говорю, мы в таком месте подкрыли, на Островского 41, там некому смотреть, понятно, что ЖЭК не будет за ними смотреть, там бабушка, которая сидит в концерте, тоже ничего не сможет сделать. И фактически, ну, хоть Брида нанимает охрану, я храню, но за ночь три раза вызывали милицию. Вот шесть метров забора, через него все равно лицо. Ну да, деньги вложили, а... Милу стоит. Прямая Леня, представьтесь, пожалуйста, задавайте свою вопрос. Добрый день, меня зовут Анна. Скажите, пожалуйста, о МАФах. Это общая деда для Киева. Как вы собираетесь бороться с метаконой, или что вы сказали? У меня вопрос, конкретно, Базинстоковская площадь, где их постоянно убирают, а потом они здесь появляются. Ну, видите, убирают. Но они опять-таки появляются на тех же местах и где же МАФы. Значит, вот я могу сказать, вот вчера на Оманское я лично демонтировал МАФы, и на... К сожалению, в работу главы администрации входит и это. Потому что никто другой не может это сделать, потому что они не выполняют. Это беда Киева, это чума киевская. Поэтому, ну, вот мы ездили в Минск сейчас с Поповым, смотрели опыт Минска, там вообще ни одного МАФа нет. Конечно, этот вопрос мы будем поднимать на уровне города в части увеличения штрафа и увеличения полномочий района. Потому что район сегодня ничего не может сделать, администрация, с этими МАФами. Потому что это городское благоустройство, городской дозвольный центр. Поэтому мы сейчас поставили вопрос, и с Александром Павловичем пошел нам на встречу главы администрации, о распределении полномочий, усилении полномочий районных администраций в части администрирования. Один из вопросов это возврат административных комиссий в район, чтобы их была не одна городская, которая не успевает обслуживать, как это сделали предшественники, а чтобы в каждом районе была административная комиссия, тогда район их будет отвечать за установку МАФ и увеличение штрафа. Конечно, вот если будет штраф не 1700, а 17 тысяч, то, поверьте, дважды заплатив частный предприниматель, для регуляции МАФ не поставят. Поэтому я, как киевлянин, который тоже это беспокоит, проблему, уверен, что мы найдем путь решения этой проблемы. А пока будем вот в таком ручном режиме. Сняли, ночью опять не поставили. Сняли, ночью поставили. Ну пусть хоть тратится на установку и снятие. Это пока что единственное, что мы можем. А может, Вы предложите по поводу запретить МАФ и в Киеве? Дело в том, что МАФ и запретить нельзя. Я Вам объясню почему. Учитывая лихорадку Черновецких, которые распродали все коммунами собственность города вместе с гастрономами и всем остальным, сегодня сложилась такая ситуация, что в центре города невозможно хлеб купить, потому что все продано. Поэтому необходимость малых архитектурных форм в части обеспечения жизнедеятельности нормальной киевля, чтобы можно было ночью и хлеб купить, там, не знаю, всякая же ситуация бывает. Они должны быть. Но они должны быть исключительно по другому принципу. Они должны быть, а, коммунальной собственностью города, а не частной собственностью. Они должны быть приведены в какой-то удобоваримый вид и в ней должен быть четкий регламент работы. Сегодня это полный беспредел. Какой там хлеб в МАФе? Сигареты и пиво? Сигареты и пиво, да. Ну какой там хлеб? Я вам скажу, я... И где в Европе, и в Америке такого нет. Нигде такого нет. Я вам скажу, в нигде такого нет. В Гомеле такого нет. В Киевске тоже нет. Да. Очень просто. Это политическая воля и все. Поэтому, к сожалению, МАФ это криминальный бизнес, торговля просроченными продуктами, спиртными, неучтенными и так далее. Я, Анна, тоже против МАФов. И вы будете видеть в моей деятельности, как глава администрации, постоянное сопротивление к бою. Надеюсь. Вам следить в нем, Артеннад. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. В Минске МАФов не законно? Нет. Вообще нет. К сожалению, во многом депутаты Киевсовета имеют к этому отношение. А это бизнес. Прямая линия. Представьтесь, пожалуйста. Давайте свое вопрос. Майсторова Елена Михайловна. Здравствуйте, Елена Старова. Здравствуйте, Матин Юрьевич. У меня такой вопрос. Я живу по улице Антонова, 22, 32, корпус 8. И у нас тут старинная дубовая роща. Она это еще, вот это именно и есть под конец Кигай, когда еще было юнкерское училище. Она уже пришла немножко в упадок. Там очень много сухих деревьев. Вот может быть, вы как-то нам помогли бы с этим справиться. Потому что с вашим приходом, я смотрю, у нас какие-то сдвиги пошли. Я свою прощавку в этой дубовой рощи сделала. Спасибо огромное вам. Но вот если как-то немножечко почистить ее, потому что там в советнике вырастут. Это такая ревиктовая роща. Мы бы были очень вам признательны. Сверху и фигуратуры проведут. Хорошо. Я выйду, посмотрю и почистим обязательно. Да, спасибо вам большое. Будьте здоровы. Спасибо. Какая самая большая головная боль у вашего района? Морка. А самая большая гордость? Гордость. Мы открыли на прошлой неделе Нижний храм церкви Сергия Радонежского имени Александра Невского Нижнего храма. Это самое большое строение церковное Московского батальяргана за всю историю современного развития государства. И оно как раз находится в парке «Спутники». Мы сейчас рядом этот парк «Спутник». Дорога будет, тротуар будет. Там будет такой вот кусочек рай. И там в Сергея Радонежского построили сейчас эту воскресную школу. И туда будут ходить. Там они уже ходят, они уже рисуют, они уже там поют. И внизу «Энергоатом» поставил за 2 миллиона площадку шикарную. Сейчас мы отберем бассейн, который приватизировали незаконно. И вот это будет уже такой вот кусочек Европы. Прямая Леня, пристаньтесь, пожалуйста, задавайте вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Мария. Хотелось бы задать такой вопрос. Саму Гилландовича. Дело в том, что вскоре собираемся давать ребенка в детский садик. И дело в том, что боимся, что будет ситуация не произошла такая же, как с нашими знакомыми, которые ждали очереди в садик около полугода. Как вы собираетесь планировать, решать? А какой у вас адрес, где вы... Мы живем в стариководном стадионе. Стадионе. Там, где садик 712. Какой у вас телефон, Мария? А? Телефон у вас какой? Мобильный, ваменье? Ну, какой-нибудь. 099-559-36-30. 099-539-36-30. Мария, мы не допустим, чтобы ребенок ваш не попал в детский садик. Вам перезвонят из администрации по этому вопросу. Хорошо? Хорошо. Спасибо большое. Но в целом, большие очереди детским садикам? Как решать? В этом году, в этом году, есть поручение президента решить вопрос с детскими садиками. В этом году мы открыли по всему Киеву 4 тысячи мест новых детских садиков. На следующий год надо 5 тысяч мест, все равно не решать проблему. Конечно, большая проблема, что очень много не киевлян ходит в наши садики. Вот если решить эту проблему... Как ее нужно решить? Ну, на уровне города нужно сказать, что в киевские садики ходят люди, которые прописаны в Киеве. А у нас около 3 тысяч детей, которые живут не в Киеве, ходят в детский садик. То есть родители идут на работу, за их в садик стал ребенок и пошел на работу. И обратно из-за работы. Конечно, в Киеве лучше, чем не в Киеве. А пути решения – это возврат целевого назначения детских садиков из-под офиса в эфир. Вот мы 4 садика в этом углу выгнали сейчас людей. Но вопрос, выгнать-то выгнали, но они уже перепрофилировали. К этому нужно делать капитальный ремонт садика. Садик на 160 детей – это цифра порядка 23-25 миллионов гривен, чтобы его вернуть в состояние садика плюс в доме устройства. Это один садик. Прямо Алине, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Это вы мне? Да, я вам. Ой, а так летит. Тамара Васильевна? Здравствуйте. Здравствуйте. Из-за этого вопроса, Мара Васильевна. Да, я вам говорю, про Калининградской области. Мы уже 4 месяца такие венеры сделали развитие. Там ничего не делают. Они все ответвают. Поскольку мы много слышали о том, что вы делаете для района. Мы работаем за это все громадами, за детскую площадку, за все. И мы очень просим вас по активному решить вопрос, чтобы там что-то здесь, то ли поменяли трубы, то ли зарыли на 4 месяца. Там даже страшно выходить по-разному. Хорошо, мы изучим сегодня вопрос. Тамара Ассеновна, а как вас проинформировать? Можно перезвонить на адрес 245-37-53? Хорошо, мы вам перезвоним. Спасибо большое. И спасибо вам за труд. Спасибо. Какая улица? Калининградская, Усть-Инганг. У нас же это потом все будет, да? 4 месяца разжития. Я помню, у меня во дворе как-то тоже разрыли, не зарыли. И полтора месяца ходили песок перед самым подъездом. И песок весь в дом несется. Идешь, идешь, поставь. Перед самым подъездом кучи, кучи. Значит, это не проблема. Я вам скажу, проблема это жулян. Силу, микрорайбер. Вот мы сейчас там им праздник жизни сделали. Первый раз в 22 года мы им заасфальтировали дорогу, подключили к воде. Значит, там принцип такой. Люди выходят, частные секции. Женщины одевают пакеты циклопановые, вот аж сюда, на ноги. Идут, выходят на остановку, снимают это все, одевают уже посуду, полу, обувь. И садятся в общественную праздник. Там... Какой ужас. И молодец наш папа, полезный плач, что я его притащил туда уже, как глава администрации. И мы собрали в этой церкви людей в мае, сделали протокол 39 поручений. Сейчас продлили им маршруты, сделали им дорогу, сквознули, никогда там не было. Осветление сделали, амбулаторию, машину. Ну, все, что прообещали, все сделали. Садик, освещение. Освещения в садике не было детского. И вот сейчас мы на 27-го числа, на праздник жулян будем проводить, уже вредит огромная стрельба. Вот там проблема. Когда у кого-то проблемы, надо везти в жулян. Тогда туда приезжаешь, и мне не... И кажется, что уже все нормально, все хорошо. Не, но тем не менее, я так понимаю, Киевэнерго разрывает, а какое-то другое коммунальное предприятие должно приехать и облагородить это все дело. Они такие, Киевэнерго разрывают, и субподрядчики Киевэнерго, если это не их тема, приезжают, должны дать трудно. Проблема в том, что изношенная стропа и старые трубы. А испытания, когда проводятся перед запусканием теплоганет, происходят под давлением. То есть усиляют давление, сразу старые коммуникации рвутся, идут провалы. И физически обслужить все вот эти одновременно права невозможно. Это и техника, и деньги, и технические просто возможности нет. Ну и самое главное финансирование. То есть сегодня тариф проживания в квартире не компенсирует и не 40% реальной стоимости, а цены по вашим гостям. Та же самая проблема этих межквартальных проездов, преддомов, теряяя, никак. Нет, у нас еще, смотрите, звонко, Сергей, отключить. Наши журналисты выехали в Соложенский район, встретили там 5 встречных людей, которые поделились своими какими-то наболевшими вопросами. Первый вопрос. Вячеслав Силачев. Части домов на Воздухофлотском проспекте 8-10. Уже два месяца нет холодной воды, а коммунальная служба у нас в корме с завтраками. Тогда нам дадут воду. Это же не горячее, а холодное. Это авария. Это авария. Это тоже Киевэнерго. Киевэнерго 10-10. Ну да. А какой адрес это? Воздухофлотский проспект 8-10. Воздухофлотский проспект 8-10. Я сегодня живу в городе. А там поставили координаты какие-то? Ну, скорее всего, журналисты, может, есть. Я вам передам. Потом вопрос от Александра Новиченко. В поликлинике на улице Яйванская нет специалистов, когда у нас появятся эндокринолог и невропатолог. Уже находится на подписи главы КМДА статуты. Уже после медицинской информации. Недалее, как вчера, мы встречались с профилем заместителем Попова, Харжом Виктором Петровичем, с коллективами поликлиник. Два-три трусами реванши. Потом брали два врачей. Далее время до понедельника. И на следующей неделе мы опять встречаемся для того, чтобы обговорить, как мы будем жить после медицинской реформы. И в том числе обговаривались и расширение росту, проанализировать потребности тех или иных услуг, которые на сегодняшний день предоставляются для того, чтобы все-таки было лучше. Что касается именно Соломинского района, то я уверен, что это будет сделано очень быстро и качественно. Потому что Виктор Петрович Кошков, профилем замк по гуманитарной, по медицине, по культуре, он есть куратором нашего района. Поэтому я с него физически инициировал, пока мы не закончим этот процесс. Я так понимаю, а такая проблема нехватка специалистов есть не только в этой коллективе? Проблема нехватка специалистов, она и не только в медицине. И в школах, но школы укомплектованы. А сегодня главный вопрос, как обеспечить все беспребойные недосмотры для детей, чтобы они проходили на безоплатные условия, и минимальные, так сказать, чтобы были все условия. Мы учтем в полетеннике номер 2, что процент облигнул. Еще три вопроса. Нина Кравцова интересуется. У нас очень часто останавливаются лифты в домах на улице Карпенского. Бывает, что люди, которые застрелят лифты, не могут выбраться по несколько часов, когда профильные службы начнут работать вовремя. Я вот услышал вопрос. Лифты, это тоже одна из головных проблем. А у нас же номера нет? К сожалению, нет. Хорошо, посмотрим. Татьяна Лебедева. Когда уменьшится оплата за плохую уборку при домовой территории района? Мы платим за работу дворников, которые они не выполняют. Часто жалуются, господин? Вы знаете, проводя дворовые встречи, вот последнюю, например, в субботу в этом, так люди из-за своего дворника готовы были, говорят, что не дай бог там что-то с дворником, но всем домом придем, а с администрацией мы все. Поэтому, конечно, откровенно говоря, район очень большой, район с самым большим частным сектором, с проблемами соответствующими, район самый студенческий, 65% студентов города Киева живут в Соломинском районе. Есть проблемы, а у комплектованных дворниками на 54%. Не хотят идти люди. Раньше давали жилье, раньше ходили. Поэтому проблема существует такая. Адрес какой там? Былкий адрес. Адреса нет? Ну, надо конкретно обращаться в администрацию с письменной жалобой, и мы будем по соответствующему КП, к какому они относятся, принимать решение о замене дворника. Но это и есть проблема. Вообще, мы в ближайшее время откроем свой собственный колл-центр Соломинского района для того, чтобы жители получали больше комфорта от общения не с ЖЭКами, а с людьми, которые будут специально обучены для правильной, комфортной, интеллектной подачи информации, чтобы люди не раздражались от получения. То есть человек будет звонить, говорить о своем проблеме, а уже из колл-центра будет предотвратить эту проблему? А колл-центр, это будет распределить задачи по комфортной предприятиям и контролировать выполнение этого обучения. А я буду смотреть. Так, и вот еще вопрос от Юрия Соловея. Я жду ребенка. Очень хочу задать вопрос главе района. Когда в районе появятся детские площадки во всех дворах? Я так понимаю, у вас работа идет в этом направлении? Да, работа идет, работа приоритетная. Сколько будем работать, сколько будем детские площадки ставить. Если есть конкретный вопрос по адресу, в письменной форме, надо собирать подписи жителей, чтобы не получилось так, что иногда бывает, ставишь детскую площадку, выходят бабушки и дедушки, говорят, а у нас нет детей в доме, зачем вы ее ставите? Зачем вы ее ставите, чтобы напитки распилали? Поэтому мы подходим к этому чуть-чуть креативно. Если есть необходимость в грязкой площадке, то должно быть коллективное обращение жителей дома. Мы включаем эту программу, что все за, все будут поддерживать. И у нас просьба одна, сохранить то, что мы потом им поставим. Спасибо. На этом все. Комсаловская правда. Комсаловская правда.